Навести порядок в туристической отрасли. С такой просьбой к депутату Госдумы обратилась Наталья Почапская. Турагентства на курорте осуществляют деятельность на конкурсной основе, но последний проводился в 2015 году. За это время количество нелегальных фирм выросло в разы. Страдает качество услуга, компании, работающие по закону, терпят убытки. Они предлагают им повезти на экскурсию, и билеты они не получают никаких, то есть они вообще не имеют ни страховых свидетельств, они не имеют ни билета. И если что с ними случится на маршруте туристов, это будет только лежать на их несовести. То есть никто им ничего не оплатит, никаких услуг не окажет. Константин Затурин высказался в защиту легальных экскурсионных фирм. В главной курортной отрасли должен быть наведен порядок, есть проблемы и с налогообложением. Я надеюсь разобраться в этой ситуации, еще раз осмотреть 53-й федеральный закон, который требует этого кассового обслуживания через кассовые аппараты. И может быть мы здесь можем сделать какие-то послабления или оттянуть срок их внедения для того, чтобы решить эту проблему. Помимо этого говорили о происшедшей стихии, которая затронула Туапсинский, Абширонский районы, а также Сочи. Проблему с паводками нужно решать не только на городском уровне. Реки и водоемы находятся в федеральном ведении и очистку русел невозможно произвести без специального разрешения. Я сейчас завершаю подготовку такого запроса к министру природных ресурсов и буду после того, как получу ответ, настаивать на том, чтобы мы внесли изменения и в федеральное законодательство, и в другие акты. Также на приеме граждан депутата попросили оказать содействие в получении гражданства России и решить проблему обманутых дольщиков жилого комплекса «Тасмана-2». Константин Затулин пообещал разобраться и помочь каждому обратившемуся. Следующий прием граждан в Сочинском избирательном округе депутат проведет через месяц.